Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Господь и Бог, мы просим Твоего благословения на эти занятия. Во имя Иисуса Христа, научи нас вникать в Слово Твое, сидеть у ног Господа нашего и слушать слова Духа Святого, научающие нас, как прославить Бога в этой жизни. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь, помнимся маленечко. Сегодня 17 августа 2014 года. Вчера я видел такое занятие. Некоторые спрашивают, ну а как это? Занятие выбираете? Дело в том, что я не выбираю. А когда-то дальше я говорю, ну как есть? Опять непонятно. Я говорю, я выпрашиваю у Бога. Ну и так. Бог дал мне. А как уверены, что Бог дал? Ну как я тебе объяснил? Я молюсь в понедельник, торник, передача, четверг. И у меня нету темы никакой. Утром встал на молитву в пятницу, у меня тема сразу открылась. Как? Если я простил, когда веры никакой нет. Живой Бог. Есть такое выражение. Непонятно откуда оно как бы пришло. Всему свое время. Радио России, это центральное радио. Каждую передачу, каждый час, это 24 раза в сутки, они говорят эту фразу. Ну за год теперь умножь на 365. Это сколько раз повторили? И ни разу не говорят, откуда эта фраза. А она взята из Экклесиаста 3.1. Третья глава, первый стих. Экклесиаста. И время всякой вещи под солнцем. Ну-ка открой их из Экклесиаста 3.1. Слово всему свое время. Вот так три слова подряд. В Библии полный 77 книг встречается только один раз. Один. Слушайте внимательно еще раз. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться. И время умирать. Время насаждать. И время вырывать посаженное. Время убивать. И время врачевать. Время разрушать. И время строить. Время плакать. И время смеяться. Время сетовать. И время плясать. Время разбрасывать камни. И время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий Время искать и время терять Время сберегать и время бросать Время раздирать и время сшивать Время молчать и время говорить Время любить и время ненавидеть Время войне и время миру Что польза работающему от того, над чем он трудится Третья глава, шестой стих Ну-ка еще Раз, шестой стих Время искать, время терять, время сберегать и время бросать Смотрите, сколько раз слово время встречается Я стал все подсчитывать, смотреть Искать по Библии в других местах И нашел, что намного чаще это встречается слово Чем даже поисковик показывает Вот В свое время Встречается Сорок восемь раз Себе запишите Тридцать один в канонической и в семнадцать не канонической В свое время Мы это прочитаем почти все Вот только в этой третьей главе слово Время Десять раз встречается Своё А здесь прочитали Восемнадцать раз Но главное, на что хотелось указать Это политическая основа этого слова Иначе бы радио России не взяли это Всему Своё время Слышали хоть раз? Да Все время говорят Они говорят, конечно Ну время рождаться Я и без них знаю Время у меня Десятое июня Тридцать девятого года А время умирать Пока не знаю Хотя не раз уже собирался умирать И мы все точно так же Время раздирать Ну что раздирать-то? Время сшивать Ну старое там отодрал, новое пришил Ну оказывается и это даже учтено у Бога Когда время будет Даже это Время молчать И оно назначено у Бога И время говорить Вот это о чем вы прочитали-то? Я стал смотреть по Слову Божию Как все это выдели? Псалом 118, 126 Это место особенно выделите 118, 126 Время Господу действовать А где он Бог? Кто его видел? А вот здесь говорится Когда его увидите? Время Господу действовать Показать руку свою Почему? Ибо закон твой разорили Вот когда закон Божий разоряют Поступают люди безнравственно Вопреки совести Время Господу действовать Я особое внимание уделю На революции 1917 года Думали вечно 300 лет только что отпраздновали В 13-м году Династии Романов 300 лет 300 лет Это не 70 лет И так и продолжать будет Не будет Наконец килограммы эти превысили допустимую норму И оторвалось Да у царя такая армия Такая полиция, жандармерия Все будет уничтожено Да у царя казаки У царя дворяне Уничтожено будет все Интеллигенция, офисторский состав Все под нож пойдет В Библии говорится Что время Господу действовать Закон твой разорили Теперь Господь действует Начинает эта революция Идет время Репрессий 37-й год Еще кое-кто останется Из старой гвардии Ненаказанным А теперь война Вот эти патриоты Коммунисты Так за родину За Сталина Если тогда считалось 200 населения Ну 200 миллионов То в первые месяцы войны Пошло в плен 4,5 миллиона Мировая история Не знает такого Массового пленения А это пошли в плен Они коллеги Это те, которые В армии призваны Прошли и все Время Господу действовать Везде и всюду был атеизм Пятидневка Решили уничтожить Слово воскресенье Но тут не получилось у них Пять дней Потом по новому Начинают Первый, второй, третий Изничтожить все дни Чтобы не было Слово воскресенье Не семидневная Неделя А пятидневная Сделать ее Но не получилось Плен вавилонский Значит Время Господу действовать Я кое-что Прочитаю немножко Первая Петра 4,17 Запишите А потом мы прямо Оттуда будем слушать Я говорю Что особое внимание Обращаю на политическую Сторону событий Как они у Бога Уже разнаряжены И нам нельзя сказать Вот А я бы это сделал Но сейчас говорят Вот сегодня был бы Сталин Что бы он сделал? Ничего Ничего он не сделал бы А что он сделает? Время его прошло Анекдоты составлять Можно про Сталина А на ему ничего нельзя сделать А Ленин Да ничего не сделал Он в дурдоме Закончил жизнь Он и так Закончил там ее В горках Время Суду Начаться с Дома Божия Мы говорим Вот суд Божий Будет где-то Суду с Дома Божия Начаться Вот сейчас на Украине Умер митрополит Владимир На место его избрали Митрополитом Митрополита Ануфрия И сейчас приходят Тамошние Которые Ну и громят А это ни худо Небедно На Украине Русских приходов Патриарши Патриарши Около 17 тысяч Действительно так это или Ну и приходят Папа Ты гнида Ты что делаешь-то Ты езжай себе в Россию Вы что тут натворили-то И прямо Время службы Прерывают службу Вчера передают Как они разговаривают И все это записано Ну я видео не видел А по радио Слышал Время Господу действовать Ну а как теперь Учитесь плакать Учитесь болеть Учитесь умирать В 45-м году Под дулами НКВД Под наганами Заставили всех тамошних Которые были уняты Войти в патриархию А вот теперь Начался отток обратно Не нравится? А храмы отбирают А вы то у них отбирали Как было? Вы же Не строили те храмы? Вот Зарубежная церковь Зарубежная Она это поняла И написали покаяние Перед старообрядцами Не мы Наши отцы Игнали старообрядцев Не мы Мы не участвовали в этом Но мы их наследники Не потому ли Постигла нас Вот эта беда Эта чума С 17-го года Что мы проливали Кровь своих соотечественников Простите нас Мы умоляем вас Стоя на коленях Перед вами Простите отцов наших Мы хотим жить по другому У патриархии нет покаяния Она беспокаянная Меня все время спрашивают А почему зарубежная церковь Покаялась А эта нет Потому что она основана По другому Та была основана На страдании А эта основана На подхалимаже Хвостом вилять Сталин и Берия Организовали патриархию В сентябре 43-го года А там покаяния нет никакого У нее вообще в патриархии Покаяния нет Папа Римский Вышел Попросил покаяния Перед евреями Принес покаяние Мы были с Гитлером Кто-то одобрял Убиение евреев Геноцид устроили Богоизбранному народу У русских этого не было Патриарх не вышел И не сказал Что мы отреклись От мучеников И все которые сидели Были враги Я это испытал на себе Это враги народа Как угодно называют Выходит священник У меня и говорит Игнатий Ожидает Мессию С запада Я говорю Нет отец Михаил Я ожидаю его С небес С облаками Грядущего С силой И славой Великой Они предатели И поэтому То что с ними Сейчас случается Время Господу действовать Всему В свое Время Вы помните В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев Обивил Нынешнее поколение Советских людей Будет жить при коммунизме Кто помнит еще Поднимите руку О 20 лет 1982 год Там 18 И здесь 14 Итого Получается 32 года 32 года Мы уже живем При коммунизме А с него И спрашивать Если он умер Кого Всему В свое Время Время коммунизма Было Время перестройки И сегодня Вот они Взяли это Не случайно Чтобы людей Настроить на то Что правители Здесь Путают народ Обманывают народ Всему свое Время Нас Бог Допустил Мы вас Обманываем Нас Бог Допустил Мы вот Кривещим На соседа Они Оправдывают Этой фразой Все действия Беззакония Какие есть Это Распродажу Страны Ведь они Подготавливают Полное крушение Всего А какие Да не знаю Я просто Допустим Не о России Я говорю А о Германии Нам кажется Америка Вот уж набрала силу Ей тоже Конец придет Все страны мира Какие до нас были Считались Непобедимыми Мы сейчас Посчитаем По слову Божьей Какие были Крепкие государства Царство Хамурапи Царство Хетов Персия Мидия Все кончилось Почему У Бога назначено Бог назначил И притом назначил Как Время Когда будет Весна Время Всякой вещи Бытие 22.14 Когда было Все сделано Написано На горе Иугова Ирре На горе Господь дал Устав им Господь Устроит Написано И вот Господь Устраивает Как ему угодно Исайя 42.14 Господь Говорит Буду Разрушать Если Он сказал Кто может А я остановлю Я буду Молиться Ты можешь Молиться Тебе должно Молиться Но Иеремия 48.10 Говорит Так Проклят Кто Дело Господне Делает Небрежно А какое Дело Господне А все Что тебе Бог Доверяет Это Господне Дело Он тебе Доверил Он тебя Возвысил Он тебя Мужчиной Создал Тебя Женщина Ты роль Свою Знаешь В этом мире Тебе Надо Быть Безмолной Учиться Безмолвно Припомни Как ты Жила Даже Мужа Нет Покаяния Это Не Принесено Нынче Мы Были В Германии Опять Ну Я Разговаривал С Валентиной Это С Артисом Но Она Одна В Германии Русская Женщина Валентина Дмитриевна С мужем Развелись А я На кухне Ее Записываю Я Говорю Ну Муж Это Слушалась Так Где Слушалась Чего Я Слушалась Я считал Обо всем Я Права Я Умнее Его Но Вы Этого Не Говорите Она Говорит Она Принесла Покаяние А ты Не Принесла Еще Как Со Своим Валентином Жила Сколько Поперек Было Сказано Слов Что Его Свело В Могилу И Она Это Все Видит Мы Записываем Она Это Все Говорит Ты Припомни Это Все Сколько Ты Раздражал Выступает Мусульманкам Как Мы Должим Мужа Встретить С Работой Улыбкой Поцелуями Что Он Натерпелся На Работе А Дома Сидела Аллах Разве Так Разрешил Нам Делать Аллах Показал Сколько В аду Людей И Спросили А Кто Там Им Сказали Женщины А Спрашивает Мулат А Какие Женщины Те Которые Мужа Не Слушались Которые Мужа Упрекали Это Они В аду Сидят Они Висят Наполняют Это Выступает Женщина Мусульманка Перед Своими Мусульманками А Она Знает А Мы Не Знаем Нам Учиться Надо Плакать Иеремия 8 8 Можешь Найти Показать Открывай Сейчас Сейчас Будем Читать А Я Пока Расскажу Про Иеремию 48 10 Проклят Ты Делал Господне Делает Небрежно Ну тут Понятно Как попало Крестят Как попало Литургия Ну все Как попало Но дальше Написано Проклят Кто меч Господень Удержит От крови Бог Поднял Меч Рубит Нации Рубит Майданы Господи Да не Будет Это Вот Другое Ты Меч Божий Хочешь Удержать Ты Проклятый Человек Ты должен Сказать Прославляю Тебя За Суды Правды Твоей Слава Просто в конце Всегда Такой закон Пока не Окончено Не нужно Еще Так Считай Иеремия 8.8 Как вы Говорите Мы Мудры И Закон Господень У нас А вот Лживая Трость Книжников И его Превращает В ложь То есть Церкви У нас Святые Отцы У нас Все Каноны Есть И Все Из 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 719 Правил 413 Каждый День Нарушается Все По-своему Крестит Неправильно Катехизации Настоящей Нету Все Извращено Все Таинства Извращены Книжники Семинарию Академию Я понял Они Заканчивают Это Только Для того Чтобы Уметь Оправдать Любое Беззаконие Больше Ни для чего Она не нужна В семинарии Академии Махать Кадилом Нам бы Лишь бы Кадила В руках Ходила А деньги Я соберу Малахия 2.8 Напишите Так Смотри Малахия 2.8 Читаем Но вы уклонились От пути сего Для многих Послужили Соблазном Законе Разрушили Завет Левия Говорит Господь Саваук Соблазном Вещи Это Священство Какой Соблазн Дали В народе Безразмерное Выходят Перед народом От жиру Буквально Лопаются Какими деньгами Ссорят Это же все В анекдот Уже Вошло В Откровении 1.3 Написано Время Близко Конечно Речь идет Не о Жизни Отдельного Человека Господь Так назначил И во все Времена Будет Лето Зима День Ночь И ничего Нельзя Изменить Вот мы бы Хотели Сейчас Чтобы Деревья Еще зеленые Урожай Не поспел Давайте его Продлим Ничего Не делают Все Что заготовили На зиму Уголь Дрова Вот туда Увезем Откуда ветер дует И там Будем сжечь Чтобы здесь Было тепло И потерявки Микроклимат Создать Не получится Бог назначил И откуда-то Ветер подует Северный Щели Замазало Если Тепло Будет Откровение 6.1 Откройка Сейчас мы Посмотрим Что Господь Показывает Нам во времени Слово Время К слову Когда Запишите В Библии Встречается 555 раз Запомните Чтобы понять Это Нужно 555 мест Святой Библии Открыть Читай 6.1 И я Видел Что Агнец Снял Первые Семи Печатей И я Услышал Одно из Четырех Животных Говорящих Как бы Громовым Голосом Иди И смотри Значит Печати В каком Виде Видели Фильм Такой Антихрист Когда Показывает Он печати Ломает И в это Время Конь Белый Вороной Фильм Показывает Скачет И конь Скачет Зеленый Лук Из-под копыт У него только Искры И сзади Только один Пламя Огня От горизонта До горизонта Время Время Пришло Открывай Ворота А я Сделаю Так Что Ни за Тех Ни за Других А это Не поможет Нимало С неба Упадет Камень Самолет Что угодно Если Бог Назначил Умереть Ты сам К этому Месту Будешь Идти Сам Будешь Стремиться Туда И сам Туда Приедешь Откровение 11 18 И Рассверепели Язычники И Пришел Гнев Твой И Время Судить Мертвых И Дать Возмездие Рабам Твоим Пророкам И Святым И Боящимся Имени Твоего Малым И Великим И Погубить Губивших Землю Погубить Губивших Землю Вот Которые Воины Развязывают Сегодня Тебе Не надо Гадать Об этом Написано Пришло Время Оно Пришло Приспело И Ты Ничего Не Сделаешь Пророки Об этом Много Сказали 14 15 И Вышел Другой Ангел Из Храма И Воскликнул Громким Голосом К сидящему На Облаке Пусти Серп Твой И Пожни Потому Что Пришло Время Жатвы Ибо Жатва На Земле Созрела Все Пришло Интересно Время 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 и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Как будто бы судить разрешено, но только в свое время. А когда придет это время судить можно, то тебе не до суда будет. Ты будешь сам судимым. Прежде времени, доколе не придет Господь. Вот до этого времени судить нельзя, выносить приговор. Вопреки Слову Божию. По Слову Божию мы можем говорить, судить. Верующий может судить о всем, а неверующий не может судить. Даниила 1 на 26, 27. Даниила. Сколько? 11, 27. Даниила. Давайте. Стоп. 11, 27. Считаем. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. Вот правители сидят за столами, НАТО, Варшавский договор, вот они решают, смотрят, и коварствуют, а успеха не будет. Будет так, как Господь назначил. Они ничего не смогут сделать, вопреки тому, что Бог назначил. Еще раз, прочитай. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь. Но успеха не будет. Не будет успеха, до времени пока нет. И все согласуют, подпишут, санкции наложат, а ничего это не поможет. Так, второзаконие. 31, 29. Второзаконие. Слушайте. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Господа, раздражая его делами рук своих. Пока-то в чужую землю пойдете. Моисей, когда умирал, осталось все как надо. Ввел в обитованную землю и говорит, а я знаю, только я отойду, и вы все развратитесь. Чего спрашивать? Народ настолько слабый. Прошло всего 1656 лет от Адама, и весь мир, вся земля развратилась. И пришел потоп и потопил. От потопа еще 721 год проходит. И уже Вавилонская башня, уже языки надо было смешать, чтобы люди не понимали, чтобы не было единения. Это фактически по тогдашним меркам-то, считай, одно поколение. Вот был такой мудрец, Карл Маркс. Он написал книгу «Капитал», ее изучали в школе. В то время преподавали в университетах, научный коммунизм. Это было все. И он говорил, поступательное движение истории, он смотрел, вот как был строй рабовладельческий, там, феодальный, дальше идет капиталистический, а тут уже социалистический, а дальше коммунистический. Ничего этого нет. Был социализм, повернули обратно к коммунизму. Колесо истории, говорит, не повернусь спять. Повернули. Ну, на рыночную экономику назовут или как-то там. Развернули на полное. 180, и обратно частное собственность, даже лошадь можно держать. Я помню, об этом даже думать нельзя было. Мы когда видели, что объездщик ездит на лошади, и она у него дома ночует, мы никак не могли понять. Мы ребятишки переученные были. Никак. Моя мама, наша бабушка, ее мама, она через дорогу жила из Карповки привезли. А у бабы, то есть, ну, моей мамы три родных брата, а у бабы-то они сыновья, ушли на фронт артиллеристами, все погибли. И ей никакой льготы не давали. Но на нее можно было держать корову. То есть, отец инвалид войны, корова, и у бабки. Но в одном дворе две коровы нельзя было. Корова только у бабки через дорогу должна была быть. А она здесь у ребятишек. Вторая корова, это уже преступление. Про лошадь нельзя было и говорить. Лошадь могли тебе дать, если бригадир знакомый, там что-то привезти. Но больше нет. А что, своя машина, трактор, да вы даже не понимаете, что вы, где, в каком государстве живете. Даже мыслить об этом нельзя было. А сейчас, пожалуйста, хочешь вертолет покупай, сдавай экзамены, строй аэродром и катайся. Не один, не два человека. Дальше. Вы, если утрами слушаете, поется гимн России. Скажите, кто знает слова этого гимна? Когда спросили депутатов Государственной Думы, там малый процент, которые знают наизусть. Вообще не знают. А вы помните, там какие слова были? Писал один из самых крупных лицемеров. Этот гимн. Первый гимн. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Славься, Отечество наше свободное. Дружба народов, надежный оплот. И что? И вечный, нерушимый, союз нерушимых республик свободных сплотила на веки Великая Русь. Нерушимый рухнул, порушили. И кто? Сергей Михалков писал. И второй гимн, он же писал, но только слова уже совершенно другие. Ему доверили писать. Он где-то 102 года, что ли, жил. Я тоже представлял на соискание текст гимна, на слова, на музыку Александрова, но обо мне в газете напечатали, больше ничего нигде нет. Но мои слова не приняли. А почему не приняли-то? Там слова были как раз о покаянии, о вере в Бога. И тогда люди будут жить. Я не знаю, у кого он есть-то. Кто знает, поет его. Гимн России. У меня в книге он отпечатан. Это есть такой у меня ответ. Восстань, Россия, прямо стоянием во Христе. Размолоти преграды при лживейших словес. И будешь во главе, а не плестись в хвосте. Евангелие, вот единственный ответ. Не приняли. А сейчас говорят, так было, так есть и так будет всегда. Вот как сейчас есть. Это тоже ложь, не будет всегда. Этой России не будет. Почему? Я по писанию это нахожу. Откровение 17-18 глава. Ну вот СССР мешало всем. Союз Советских Социалистических Республик. По-другому расшифровывали. Вот это сборище сумасшедших и каких еще там придумали рабов. И Гитлер всей силой навалился. Его выхода не было другого. Как пишет Суворов, Виктор Резун, что Сталин готовился через две недели напасть. Вот так же самое, как Гитлер вероломно напасть. Гитлер ничего не мог сделать. Дошел до Москвы. Застыло масло у танков. Зима наступила. Повернули назад. Все кончилось. Михаил Сергеевич Горбачев сумел это сделать. Никого не стрелял. Никого не убивал. Почему? Время пришло. И полупьяный там сидел Борис Николаевич, Шушкевич, где Беловежская пуща. Собрались, подписали, утром встали. Уже российский плак, уже граница возведена, уже пропуска, уже таможня работает. Вот и все. Почему? Всему свое время. Я когда стал подсчитывать, то увидел, что советская власть в том виде, каком была она, как и Вавилонский плен был 72 года. А могло быть раньше? Не могло. Гитлер многое понимал. Не мог понять, как Америка, Англия с Россией. Да они же совершенно друг к другу не похожи. Они будут воевать смертным боем. Так все и есть. На момент победы над Гитлером они соединились вместе. Составили коалицию и разгромили Гитлера на два фронта. Он не мог, ни один политик не мог понять, что Америка будет заодно с Россией. Вообще ничего общего-то между ними нет. Сегодня пугает нас комитет 300. Это 300 самых богатых семейств в мире, которые назначают, кому жить, на земле оставить золотой миллиард, а сейчас 7 миллиардов с лишним, 6 миллиардов уничтожить. Разные болезни искусственно придумают. И нельзя спасти. Славянское население должно уменьшиться до 15 миллионов. Для того, чтобы обслуживать нефтяные промыслы, железную дорогу и все. Когда Маргарита Тетчер это озвучила, ей говорят 150, она говорит, нет, 15, до этого еще много, можно на 11 остановиться. Самый упрямый, непокоривый народ. Это не план Даллеса. Гарвардский проект. А теперь, говорят, Хьюстонский запускают. Россия должна быть уничтожена. Вопрос решен. Я считаю, один там из Израиля пишет, мы не дождемся, когда вы все передохнете. Вас никто не убивает, вы сами себя убиваете. Каждый год сколько от алкоголя умирает? Более двух, более, до разницы это, это... Около 5 миллионов абортов. За время перестройки 120 миллионов абортов. Это государство уничтожено, внутри себя. А у других, ну что про других говорить, мы про себя должны говорить. А может быть по-другому. Будет только так, как назначено. Никакие масоны, никакие протоколы, ничего не решают. Всему свое время. Бог назначил, а они делают, они делают то, что Бог назначил. Они к этому подталкивают. Вот возникло мусульманство, Мухаммад. Бищ Божий. И все эти правители, Атилла, Аларик, Наполеон, Гитлер, Сталин, Ленин, это все бищ Божий за грехи народа. Вы отступили, Господь говорит, закон твой разорили, время Господу действовать. И Бог тогда показывает. Вам плохой был царь, я вам другого дам. Как Ян Кронштадтский говорил, и пошлет бищ в лицо. Таких правителей. И они, интересно, что сами называли себя, а я, говорит, бищ Божий. Его даже не называют. Он идет, почему ты боишься, я бищ Божий. Чингисхан говорит, я бищ Божий. И смотри, откуда пришел. Багдад захватывает все, разоряет, возвращается. Был такой Тамерлан, и он хромой, его железный хромец звали. Перед ним ничто не могло стоять. Из Багдада он сделал только огромные пирамиды голов, зацементированные. В каждой пирамиде по 50 тысяч, допустим, голов, человеческих. Когда он подошел где-то к Бомбею, кажется, в Индии, то его не знали, чем оставить. Жители в городе, самых красивых мальчиков, девочек собрали, дали им розы, одели в белой, и к нему навстречу. Тысячи. И он только мгновение придержал коня, потом гекнул и тут же всех растоптал. Ничем нельзя было остановить. И он говорил, я бищ Божий пришел наказать вас. Представьте, маленькие девочки, им сказали, вас не тронуть никто шестилетним, семилетним, со светами, с розами. Ни одного в живых не оставил. Пришло время, открывай ворота. И поэтому сопротивление против Китая, оно бессмысленно сегодня. Это невозможно об этом. Но Америка может, она ничего не может сделать, Америка, кроме того, что назначена Богом. Вот это надо очень хорошо усвоить. А потом мы немного поговорим о личной жизни. Есть такое слово, которое как бы удерживает. Мы все время ускоряем события. Я решил посмотреть слово доколе. Вот доколе. Ну, может, это даже не заряжать. Вот. 322 раза слово доколе. Бог как бы удерживает людей. И слово пока. Вот люди говорят, а я хотел бы. А Господь говорит, пока, замолкни, пока вот это событие пройдет, тогда следующее событие за ним будет такое. Мы хотим, что нам охота рыбу поесть. Нам говорят, преображение 19-го. Ну, да никак, сегодня 17-е, послезавтра будет. Завтра у нас будет вечерня. Вот пока, пока это не пройдет, никакой рыбы вам не будет. И вот слово пока в Библии встречается 414 раз. 414 раз Бог удерживает человека, чтобы не ускоряли события. Подождите, пока вот это пройдет событие. Вот это пройдет, тогда будет. Я хочу купаться. Ну, говорят, это в январе. А Господь говорит, подожди, еще февраль пройдет. Март, апрель, май, июнь. В июле будешь купаться. Ну, а я сейчас хочу. Сейчас не купаются. Ты можешь залезть, можешь, но ты как купаться долго не будешь. Быстро застынешь. Бытие 8.22 Ну-ка, открой. Запишите, Бытие 8.22 Впредь во все дни земли. Во все дни земли, которые для земли Бог назначил время. И сгорит земля, и все дела на ней. Но пока земля не сгорела, порядок такой будет. Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Не прекратятся. Это нельзя никак изменить. Длиннее ночь, меньше ночь. Это не имеет значения. Но день и ночь будут все время меняться. Песня песней. 2.11 Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. И понимай под этим, что хочешь. Прошло время репрессий. Сегодня мы о чем говорим, в то время даже подумать нельзя было. Никак. Переносит событий. Вот сейчас мы говорим и в театрах, везде, вы понимаете. Это мы говорим одно, а надо подразумевать другое. Во времена Сталина ничего нельзя было подразумевать. Забудь про это слово. Третья ездра 5.46. В самом конце. Третья ездра 5.46. Возьми. Выши маленькой. 45. Да. 44. Он отвечал мне, не может ускорить творение Творца своего. Ни век сей не может вместить в себе всех вместе, которые должны быть сотворены. То есть нельзя ускорять событие, и это невозможно. И далее. И сказал я, как же ты сказал рабу твоему, что ты дал жизнь созданному творению вкупе, и однако творение выдержало это. Посему могли бы понести и ныне существующие вкупе. Так. Он сказал мне, спроси женщину и скажи ей, если ты рождаешь десять, то почему рождаешь по временам? И спроси ее, чтобы она родила десять вдруг. Ангел отвечает. Ну, десять детей у нашей матери было. А ангел ей говорит, ну ты за раз десять можешь родить или нет? Дальше. Я же сказал ему, невозможно это, но должно быть по времени. Тогда он сказал мне, и я дал недрам земли способность посеяно на ней возвращать по времени. Дальше. Как младенец не может производить того, что свойственно старцам, так я устроил созданный мной. Бог так устроил. Я когда первый раз прочитал, ну это лет двадцать назад, что вот эта компьютерная техника изобретается, которую вне закона объявили в России-то, что это шарлатанство, говорили, этого не может быть, что на одном ногте можно поместить книгу, том, война и мир. Я говорю, как это-то, за что-то не рассмотришь. И запятые все будут, да. А сегодня понимаем, что я показывал, у меня жесткий диск. Это два терабайта. Это что получается? Две тысячи гигабайт? Да. Да, да, да. Две тысячи? Гигабайт. А один гигабайт, это тысячу... Мегабайт. Тысячу чего? Гигабайтов. Мегабайт. А в одном гигабайте, там еще тысячу мегабайтов. А полтора мегабайта эта книга. Это два миллиона книг. У меня на столе. Миллиона. Вы понимаете, что это такое? Когда я издаю книгу, всего только тысяча экземпляров, это почти тонна. Почти тонна. Всего лишь только тысяча. Ну, кто это мог бы будет? По времени, тогда мир так понимал, сейчас так понимают. Вот. Что новое открывает Господь? Третья ездра, одиннадцатая глава. Попрошу всю выслушать. Это очень важная глава. Мы соединим ее с Даниилом. И видел я сон. И вот поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев пернатых и три головы. Двенадцать крыльев и три головы. Да такого не бывает. Бывает. И сейчас будет расшифровка дана. И крылья в каком порядке? Головы. Их нельзя поменять. Дальше. И видел я. Вот он распространил крылья свои над всей землей. И все ветры небесные дули на него и собирались облака. И видел я, что из перьев его выходили другие малые перья, и из тех выходили еще меньшие и короткие. Головы его покоились, и средняя голова была больше других голов, но также покоились с ними. И видел я. Вот орел летал на крыльях своих и царствовал над землею и над всеми обитателями ее. И видел я, что все поднебесное было покорно ему, и никто не сопротивлялся ему, ни одна из тварей, существующих на земле. И вот орел встал на когти свои и спустил голос к перьям своим и сказал, «Не бодрствуйте все вместе, спите каждое на своем месте и бодрствуйте поочередно, а головы пусть сохраняются на последнее время». Бог сохраняет эти головы, они будут восходить, там Путин, Мамин, Тятин, все по одному будут приходить. Здесь порошинки, бараки, а потом бараки построят, всех туда загонят. Вот эти перья им назначены, они пришли, будут путаться под ногами, мозги пудрить людям. У него назначение такое. Дальше. «Видел я, что голос его исходил не из голов его, но из средины тела его. Я сосчитал малые перья его, их было восемь. И вот с правой стороны поднялось одно перо и воцарилось над всей землей». А может это раньше быть? Не может быть. Сначала он летал, все были покорны, мирное время. И вот теперь одно перо начинает, теперь порошинка какая-то, там, перышко-то какое. «И когда воцарилось, пришел конец его, и не видно стало места его. Потом поднялось другое перо и царствовало. Это владычествовало долгое время. Когда оно царствовало, и приблизился конец его, чтобы оно так же исчезло, как и первое. И вот слышен был голос, говорящий ему. «Слушай, ты, которая столько времени обладала землею, вот что я возвещаю тебе, прежде нежели начнешь исчезать. Никто после тебя не будет владычествовать столько времени, как ты, и даже половины того». «И поднялось третье перо, и владычествовало, как и прежнее, но исчезло и оно. Так было и со всеми другими. Они владычествовали, и потом исчезали навсегда. И видел, что по времени с правой стороны поднимались следующие перо». Понятно. Дальше досчитаете. Одиннадцатая глава, третья книга Едры. Этому перышку, этой порошинке, назначено, когда подняться и когда исчезнуть. И никакими событиями невозможно изменить это. Это назначено, запрограммировано, режиссура составлена. Ну, скажет ли, каноническая книга. В канонической тоже написано. Даниила, восьмая глава. Вы дома постарайтесь считать. Не просто сидеть дома, а считать. Восьмая глава. Слушайте. «Третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение, после того, которое явилось мне прежде». От видения пророку Божию, и несомненно, так и будет. «И видел я в видении, когда видел, я был в Сузах, в престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки. Баран, баран стоит. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после». Который позже, тот оказался выше. Ну, как Сталин, то Ленин-то сколько там было? А тот повыше поднялся. «Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался». Я внимательно смотрел на это, и вот западошел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. «И я видел, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него, и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не стало силы у овна устоять против него. И он поверг его на землю, и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него». Вот у нас есть на диске записанное, Майл Клуд, это один исследователь. Он решил пройти тот путь, который прошел Александр Македонский. По всем государствам, где завоевывал, в Перси, и вот этот козел, это Александр Македонский. Это толкование у всех одинаковое здесь, какие бы ни были верующие. Там, Персидский, Персию, как он захватил царя, что с ним сделал, как сломил ему оба рога. То есть у него, так, две главные провинции были. И что дальше? Тогда козел... Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенные на четыре ветра небесных. В тридцать лет он умер. Александр Македонский захватил уже Индию, и все захватил. И от чрезмерно выпитого винна скончался. Его в колоду с медом заложили, отправили домой. А четыре правителя, где оставлял он Александрия и других местах, они провозгласили себя царями. А из одного рога вышло четыре. И что интересно, когда он приблился к Иерусалиму, то к нему вышли первосвященники, кто там были, книжники, и открыли ворота, ему не сопротивлялись. Мы знаем по Писанию, ты должен быть здесь. Про тебя в Библии написано, он очень удивился. И как про меня, да ты козел. Вот сегодня бы пришел, кто-то отпустил, а ты козел. Он бы, наверное, обиделся. А сказал, сильный козел, сильный, говорит. Ты персидского царя победишь, а он только шел еще. Да, а у него там сильные помощники, там на севере, на западе. Оба рога ты сломишь. И так и получилось. У того армия была чуть не в 10 раз больше, и он его разгромил. И разгромил в течение первых 20 минут. Вот. И как он их... Какие-то... Впереди маленькие встретились, как город такой. И они жители на вершине, вершина совершенно недоступная была. Пройти нельзя. Где-то была тропинка, по которой они поднимались. Им бы только молчать, сидеть. Но они видели Александра, и сверху стали кричать ему и поносить его. Какими-то словами-то. Когда стемнялось, он сказал. Итак, кто может подняться? Альпинисты. Ночью. Ну кто? Ну полезли. Ну сколько? Сразу 250 человек. По разным путям. И все там... 18 сорвалось. К примеру сказать. Вот все это описывает. Майклут. И вот он как идет, как с ними с персами беседует, как идет по Афганистану. Сейчас, в настоящее время это он делается. Все это показано здесь. Вот этот козел. А они говорят у Александра, у него рога были. Это сатана. Это сегодня детей. Так они, дети. Если ребенок не спит, спи. А этот шайтан Александр придет, заберет тебя. А это было где-то 270 с лишним лет до Рождества Христова. И они все еще пугают детей этим Александром. Вот он написан. Ну а нельзя было так, чтобы без козла? Нельзя назначено. А нельзя, чтобы баран был без двух рогов-то. А вот его один рог. То есть он ни с кем не соединялся один. Он рубил и все. Он был страшно жестокий, безумный. Он дошел до одного города, а там были греки. Греческий город. Но этот греческий город, ну, сколько там, 30 лет назад поддержал персов когда-то. Теперь уже поколение другое растет. А может лет 50, может 150, там говорится сколько лет назад. Они его встретили, приветили. Все ему отдали. Что у них есть? Бери. Мы тебя любим, Александр. Мы ждем тебя. Когда стемнялся, он сказал этот город уничтожить. Окружить со всех сторон, ни одного не выпустить. И к утру всех до одного, до младенца всех вырезал. Город разбросал, чтобы только ветры гуляли. Потому что вы, вы поддержали не греков в той войне, они потерпели поражение. Я вам отомщу. У него был, который писал все там, фамилия его называется, как его звать. Свой летописец. Его друг. И он как-то во время, когда пир был, он сказал, Александр, конечно, ты воин хороший, но не такой, как отец твой Филипп. Ты пришел на готовое. Отец твой Филипп тебе оставил в царстве, то другое. По сравнению с отцом, ты еще мальчик. Он сплотил копеечек, не убил его. Друга лучшего, который правду сказал, но не терпел. Ну, друзья его вытолкли на улицу, уже стемнялась. Он тут, ну ладно, иди, Александр уже спать ложится. Он только увидал, что зашел и сразу убил его. А потом схватился за голову, как Иван Грозный. Ой-ой-ой, еще и наделал. Он бесноватый был. Он одержимый. Демон. Ну вот он пришел, этот козел вонющий. И что он сделал? Считай дальше. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их. Это занаряжено всему свое время. Время барану, время козлу, время СССР, время Брежневу, время Путину, время следующее, кто придет. Время. Ну а что, тогда не сопротивляйся. Тебе сказано время. И проклят, то видишь, Господень удерживает от крови. Ты в эту рамку себя види. Ты христианин. Что ты судишь? Твоя задача уподобиться Богу. Быть движимым Духом Святым. Тебе больше не надо ничего. Ты должен цель свою определить. Цель твоя одна. У Бога подобиться. Прославить Иисуса на земле. Жизнь своими, делами своими, мыслами своими. Идите и проповедуйте Евангелие Царства. Не проповедуйте Россию. Не проповедуйте Украину, Америку. Я в Америке был. И там скаутские лагеря, как пионерские лагеря. Каждое утро поднимается американский флаг. И перед ним на вытяжку там гимн поют. И священник стоит на вытяжку. Священник. Перед флагом. Я говорю, а как же так? Зашли сейчас диакон, едят молоз. На сегодня среда. Ну им нельзя. Им сказали, не надо. Ребятишек морите. И они покоряются. Это я в Америке сам видел. Никаких постов, ничего не надо. Это забубежная церковь. Я видел это и спрашивал, кто со мной сопровождающий был. Меня возили ночью, днем. Они все показали мне. Склады свои, сколько у них чего есть. А я утром подивился, что молостные едят. Почему? Ну у них так написано, чтобы ели молостные. По-другому никак. Нельзя. Иначе тут закроют лагерь. До нас-то такая разве свобода. Далее. Слово после есть. Подожди, а после этого будет другое. Вот слово после, когда Бог воздерживает нас. В Библии 465 раз. Всему свое время. После этого будет другое. Господь говорит, после. 465 раз Господь указывает на это. И подожди маленько. Вот мы считаем 6 глава. Ну-ка, откройка. Откровение 610. Вот 610. Слушайте. И когда он снял 5 печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Не за то, что крестились, а за слово Божие, за Святую Библию и за то, что ты проповедовал. Вот за это убитые были. Это какие времена были. И он их вдруг увидел. Их уже забыли 200, 500 лет назад, 1000 лет. Но он их увидел, Иоанн. Они, оказывается, живые. И далее. И возопили они громким голосом, говоря. Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть они видят, что те люди еще не отомщены, потомки живы, детишки-когтелята прыгают, кости наполнены мозгом. И они тебо пьют. Дальше. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Кажется, что события должны ускоряться, или в зависимости от того, как мы живем. А определить или один, сколько убито верных? Господь говорит, подождите, еще не всех убили, которые проповедники. Число. Вот у меня назначено число. Допустим, 15 миллионов должно войти, но сегодня только 13. Еще 2 миллиона убьют, тогда время исполнится. Что вы просите? Пока. Всему свое время. Время не пришло еще. Еще подождите, вот эти 2 миллиона убиты будут за Слово Божие, за свидетельство. Определение какое? Чем больше убивают верующих, тем быстрее приближается пришествие Иисуса Христа. И поэтому дня этого никто не знает. И что? И когда он снял шестую печать? Все понятно. Печать. Первая, шестая, седьмая. И ангелы. Первый вышел, ангел выделил. Второй, третий. И ни один ангел другого не опережает. События разнаряжены на всю мировую историю. Вышел первый ангел. Вышел второй. Вышел седьмой. Притом это не однажды будет сказано, а дважды. И Крисяст 1-9. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Однажды я по радио слышал проповедь. Говорят, вот не было ничего, нет ничего нового под солнцем. Ну скажите, 300 лет назад фотоаппарат был? Нет, вот. Его не было. А тут, говорит, было. Подводные лодки были? Не было. Радарные установки были, чтобы определяли в воздухе, где летит? Не было. Самолетов не было. А тут написано, это уже было под солнцем. На это отвечает, говорит, это было под солнцем. Прежде чем фотоаппарат появился, человеческий гад уже все фотографировал. И все сохранял. И объектив вот этот ближе. Дальше мы даже не замечаем, как хрусталик там влияет на это. Теперь, прежде чем полетели самолеты, летали птицы. И крылья птиц исследовали и узнали, почему это подъемная сила 450 кг на квадратный метр. Это все надо было узнать. Там Шуковский занимался. Этим занимались. Прежде чем поплыли субмарины, плавали дельфины, плавали киты. Их разрезали, смотрели, какая конфигурация. Как подводная лодка, чтобы не раздавила. Это уже было под солнцем. Смысл-то вот какой, под солнцем было. Тут не написано, это было у людей. А это было под солнцем. И поэтому мы смотреть должны. Вот в Париже Эйфелева башня. Слышали? Сколько там, я сейчас могу ошибиться, кажется, 350 тысяч сочленений, какие там есть. И говорю, ну как этот Гюстав Эйфель узнал, сколько надо? А не надо, говорит, узнавать. Сегодня это уже узнали. Он, говорит, просто украл проект у Бога. Это вот нижняя часть нашей кости, от колена донизу. Вот это там структура костная. Все эти сочленения, все показаны. Больше ничего не надо. А как же вот Останкинская башня? А это вот стоит пырей. От одной связки до другой. И все эти переключения, где есть, это все, говорит, оттуда взято. Ну только натянутые там стальные нити и прочее. Это уже было под солнцем. И Эйфелева башня, оказывается. И Останкинская башня. Это все уже было под солнцем. Нужно только рассмотреть, узнать. Вот сейчас много лет исследуют, почему бесшумно летает сова. У нее глушители стоят под крыльями. Как она определяет, где находится мышь? Она его по травой-то не видит, так у нее развитый слух. И она определяет, когда летит, и она определяет, какая мышь бежит с какой скоростью, в каком направлении. И она, переезжая ее, падает в то место, где ей надо пробегать, и хватает с травой вместе. И она уже у нее в когтях. Кто ей это дал, измеритель? А по-другому она бы ни одной мышки не поймала. Другая есть рыба такая, которая сидит под водой и выстреливает. Допустим, бабушка сидит на ветке. А из воды прямо стрелять, то она уйдет в сторону. Она это преломление направления. Вода попадает в нее, сбивает, она ее злотает. Всему свое время. Я прочитал про первого ангела, 8-7. 8-7 говорит о том, что третья часть травы сгорела. Третья часть зеленой травы, это третья часть населения. Третья часть. Третья часть, ну это 2,5 миллиарда они уничтожат. Дано у них. 2,5 миллиарда, но не 6 миллиардов. То есть мы уже поправку заранее знаем, как это будет. Вот в свое время, давай откроем мы в Новом Завете. Заведи свое время. Нас интересует, как нам узнать свое время. Мне задают вопрос, говорите, вот вы высчитывали, как поехали. Все, ну наверное вернуться домой ровно на сороковой день не высчитать вам. Я говорю, нет. И мы бы вернулись на сорок первый год, если бы не Николай Кручин. Он гнал и гнал машину почти круглосуточно. Николай, ночь идет, я сижу рядом уже. Ну остановись, еще немного пройдем, уже светает. Еще немного пройдем. Совсем расцвел у Витя. Маленько садись, Николай рядом спит. Мы бы приехали на день ровно 40 дней отмеренно. У меня есть стихотворение. Такой куплет. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда. Мой труд, следы читайте по слогам. Вот это, я с Моисеем на своей вершине, он 40 лет вел народ, а мы 40 лет шли ровно на 40-й. И мне говорят, вот они бы не высчитывали. Я говорю, конечно нет. Бог так устроил. Три больших изменения маршрута было, и на 40-й день вышли. Но зачем, вы теперь понимаете? Зачем возгнал Господь? Я маленько только вижу. Когда мы шли, сейчас я не знаю, кажется, по Франции, в это время получили смс от батюшки. У нас крещение будет, давай его до осени отложим. Ты должен быть на крещение. Почему? Люди, которые приходят, они как бы начало имеют через меня. Я их совсем мало знаю. Я говорю, крести. Я их знаю. Нет, отложить до осени надо. Я говорю, нельзя откладывать, 13 июля у нас назначено. Крести 13-го. И Господь подогнал, чтобы мы на крещение были здесь. Батюшкины слова мимо не пропускай. Он сказал уже, что-то как-то будет. И не только это. Третья ездра, 4.37. Это заведел? В свое время. Послушайте. Считай слух, я буду говорить. Марка. Марка 12.2. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. В свое время. Вот когда от нас потребуют плодов, это время назначено. Эти плоды будут Богом взяты. В свое время. На нас могут покушения делать. В нас могут снайперы стрелять каждый день. Но если это не от Бога, все пули пролетят мимо. Это был такой воевод Афанасий Пашков. Схватил пищали, во вакуумы стреляют. Осечка. Он второй раз взводит, опять осечка. Почему? Не время. Он тогда Афанасию говорит. Придет время. Ты придешь меня просить, чтобы я постриг тебя в монахи. Вот на фильме Раскол вы видели. Дальше читаем. Деяние 13.36. Давид в свое время, послужив извалению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление. В свое время. Для Давыда назначено было родиться, послужить в свое время. Скажите, вы когда-нибудь кому-нибудь говорили, что вы родились именно в свое время? Я многократно повторял это. Вот есть такой канон Андрея Критского. Его считают уже тысячи сто лет. Тысяча сто лет. Я его переделал на два варианта еще. Первое, которое остается в силе покаяния, просительное. Второе, благодарственное. Третье, словословие. Когда кто бы прочитал, против ни один никто не говорит. А почему до вас никто не сделал? Потому что я не родился. Этот труд был назначен для меня. И я его сделал. Тысяча сто лет этот канон ждал моего появления. Ну как вы это о себе можете говорить? Ну там покажи, кто это делал. Никто не делал. Комментарии к блаженному Афиофилакту. Девятьсот лет назад он дал толкование. Девятьсот лет ни одной строчки не добавлено. А вы добавили? Я к нему не добавлял, но вставил комментарии. Вот трехтомник. Двести девяносто семь комментариев я дал. А почему до вас никто не сдал? Потому что я не родился. Время ждало, когда я рожусь. Я тогда вступлю в это дело. Приду в совершенный возраст. И сдам эти комментарии. Говорят, а почему до вас никто не... Златоустца на пленке не насчитал? Я первый был. Потому что я не родился еще. Это мне назначено было. Это мой труд. И я его обязан был сделать. По сегодняшний день еще нет нигде в интернете златоуста полностью. Нет жития святых. Нет добротолюбия. И то, что я насчитал. А кто-нибудь разговаривал так с Александром Менем? Представь, такой ученый муж. И вы-то там, порошинка какая-то. Это я уже порошинка. Мне назначено было задать ему эти вопросы. Я задал. А ему задавали друзья эти вопросы? Никто не задавал. А он среди друзей был. Интеллигенция там, элита московская. Никто не задавал вопросы. Ну, к примеру, что было бы, если бы патриарха поставили еврея патриархом? Как это может быть? Да так может быть. Теоретически, да, практически нет. Он это видел. Дальше. Первое Петра. Мы прочитали. Пять, шесть. Нет. Итак. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Сегодня мы угнетаемые. Нас давят. Но вознесет в свое время. А то время еще не пришло. Вот, допустим, мы выходим из храма. Вы видите кто? Сразу шагает полным шагом. Не тормозит. Домой. За ним его дети идут. Почему? Потому что это все остальное чуждое. А чем он занят это время? Пока мы здесь стоим, решаем и кое-что объявляем. Вы не думайте, что занимается чем-то выше. В это время дьявол ему капает. То, что они делают, это не нужно. Я слышу это разговоры, которые после будут. Поэтому лживые разговоры. А ездили? А что толку-то? Зачем ездили-то? Там книги никто не берет сами. Так это возвеличивает мой труд-то. Христос объявил спасение. Идут. Он сам идет к людям? Он сам себя отдает. Никого не послал. Когда наступила перестройка, шли составы, наверное, не одни вагоны только. Библии, которые отдавали тысячи, миллионы, может быть, сжигали здесь. Но кое-что досталось людям. Бог-то ценит труд, а не то, что обратиться кто или как. Труд. Это самое главное, что перед Богом. А обратиться, не обратиться, от нас не зависит. Сеющий, поливающий ничто. И поэтому, вот я сегодня вопрос прямо задал бы. У нас здесь две семьи старобряческие. Я им как-то пришел и посчитал, сколько в году богослужений вы пропустили. А могли бы собирать себя вместе-то каждый раз? А могли бы сегодня сказать, давайте, вот урывка, старобряческое поселение, но без поповцы. А вы-то настоящая церковь. У вас священники, митрополит Корнилий. Давайте каждое воскресенье. Пойдем туда. На, передай туда на уголок. Старобряцам сзади. Не наше, другое передайте. Еще передайте. Почему? А времени нет, потому что время уходит на то, чтобы судить нас. У них больше ни на что нет времени. Дьявол не оставляет, как природа не терпит пустоты. Мы говорим, идите, свидетельствуйте. А давайте вообразим такую картину, что они пошли. Вот сегодня подняли, наконец, сыновья с машинами приезжают. Дети, никуда наш дом не денется. Давайте в воскресенье поедем, соберемся. Ну, не так, как мы делаем. Но ваши сыновья с нами были на благовестии. Они видели, как. Давайте достанем Евангелие купим, Библию купим, старобряческие молитвословы, старобряческие календари. Я же тебе не говорю, и патриарши проповедуют. Своё. Но людей-то вы приведете в церковь. Пойдут они? Ты можешь даже не загадывать. Не пойдут. И нигде они не идут. Они будут мощь отрезанной ноги там промывать, виходкой стоят. Я видел это дело. Как раз сегодняшние епископы. Ноги, ступни отрезаны на тарелочке. И он стоит, обмывает там розовой водой. Это в интернете все выставлено. Это не сегодня началось. То есть они с мертвецами будут. Мертвые хоронят мертвецов. Оставьте им. Ну а если они пойдут? Повторяю, что был бы только рад. Но они не будут идти. Им надо Евангелие. А Евангелие, оно не пользуется спросом. Там два И написано. Надо все перепечатывать, переделывать. А так лежало тысячу лет до нас. Пусть еще лежит две тысячи лет. Вот какое дело. Ну а давайте скажем, люди, которые даже среди нас, которые молятся и скажут, а мы отдельно пойдем проповедовать. Такие попытки были? Были. Были. А чем закончится? С ничем. Ушли в секты. Ушли, и там нигде нет. Я спрашиваю тещу, а куда взять такой? Да никуда теперь, дома сидит. Вот и все. А почему? За осуждение Бог отрезает ум. Язык. Ничего нет. Они ослеплены. За то, что ослепляли других. Их время кончилось. Оно пропущенное назад не возвращается. Бог давал тебе время. Ты был рядом. Ты слышал, тебя звали, а ты клеветал и собирал. Собирал языком мусорные ямки. Завалил. Зачем тебе это надо было? Перед Богом игры-то никакой нету. Я или иду, или не иду. Я вот это раздал для чего? Чтобы в следующее воскресенье мы могли поехать. Я один не могу поехать. А будет ли это? Ну, я оповестил вас. Мы афишки заготовили. Смотри, какие красочные. Мы людей приглашаем. Мы перед ними можем выступить. Можем выезжать на неделю. Кто может? Мы не нуждаемся даже в сборе средств никаких. Мы обеспечены всем. Всему свое время. Время только при жизни. Пострадать за Христа, за Евангелие, за Слово Его, здесь написано, за свидетельство, только в этой жизни. На суде Божьем будут в ад и в рай. Но пострадать за Христа, перейти, пропасть никому не дано. Никто не перейдет. Желающие перейти не могут и хотящие отсюда к нам не переходят. А давайте вообразим еще картину. Вот здесь сейчас старообрядцев будет больше. Они приезжают, они селятся. Мы радуемся, будем помогать. Мы искренне это говорим. Ну и старообрядцев будет 120, а нас 20. Ясно дело, у них станет вопрос о том, чтобы строить храм. Мы скажем, заходите в наш храм и служите. На Западе делают, в католических служат. А потом католики приходят, а они не будут. Иконы не такие. Мы скажем, ну вы вешайте, а мы на ваши иконы будем смотреть. Нам свои-то и вешать не надо. Потому что мы их признаем, мы их в прихожки поставим. Пойдут они? Нет. Свой храм. Свой священник. А мы скажем, ладно, но мы к вам придем в воскресенье. Вы нас примете помолиться? Нет. Их храм, их тут будет Никола Михаил, их священник-то. И мы придем к ним, допустим, они справляют праздник какой-то там Паисию Великому. И мы зайдем в храм. Мы для них язычники. Скажут, соглашенными выходите. Но я с соглашенными выйду. Они запретят приходить со всем. Вот и все. Ну, можешь проверить, если ты не веришь. Я всем буду предлагать завести голубей. Ни один не заведет. А брусевшие старобрядцы могут, а эти нет. У злого человека голубь не водится. Это алтайская правда крупным заголовком показала. Вот почему. А человека зачем любить? Это главное любить. У меня знакомая душа есть такая. Ты устаробрядца, пусть следует. Держит кто голубей или нет. Ни одного не нашли. Ну, один это в Красноярске. Ну, он недавно перешел. Он перешел-то, говорит, стать не коньян с голубями вместе. Итак, считаем дальше. Галатам 6.9. Делая доброда, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Если не ослабеем, нас будут бить, будут клеветать. А мы продолжать будем делать. Пожнем. Нас ждет великая жатва. Дальше. Второе. Фессалоникийцам 2.6. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Вот в это время антихшество не допускает Господь открыться. Его нету. А другие боятся печать, там, и нэнэн, паспорта новые, и он не открылся еще, его нету. Не может быть печать раньше самого антихриста. Еще. 1 Тимофею 2.6. Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. Христос не мог прийти раньше, даже Христос, пока не исполнилось меры беззакония. И тогда Он пришел. Христос пришел точно в назначенное время. 5508 лет прошло до Рождества Христова от Адама. И дальше. 1 Тимофея 6.15. «Которая в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующий». Господь откроет свое царство в свое время, когда Ему угодно. Сейчас нет рая. А православные сделали богослужение небесным. А люди-то земные, поэтому стоят как столбы, ничего не понимают. Это место на земле дано для проповеди. А сколько служения? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот твое богослужение. И оно закончится может этим. А остальное время для обращения. Для сотворения человека по образу Божию. Титуа 1.3. «А в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога». В свое время Бог верил в проповедь. Сказал, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Кто не идет проповедовать, они пропустили это время. Они ничего не успеют. В свое время. Я постоянно говорил те годы, когда преподавал в разных университетах по радио. «Это мое время». И мне говорили в редакции. Знаете, ваша версия оказалась верной. Вы теперь на коне. Вас везде приглашают. Таким успехом пользуйтесь. А мы газету «Молодежь Алтая» закрыли. Мы вообще нигде не нужны. Коммунисты проспали свое время. И так всему свое время. Кто уснул, разбудите их. Скажите, время пришло просыпаться. Я хотел немного вам рассказать, как мы ездили в Грецию. Когда мы в прошлом году были там, мы допустили небольшую ошибку совсем. Воспользовались старыми данными, которые я вычитал, что Болгария и Румыния находятся в Шенгенской зоне. А их не приняли, оказывается. И поэтому, выходя в Румынию, мы фактически выскочили из Шенгенской зоны. Мы дальше и по Болгарии едем. Подъезжать греческой границы. А куда вы едете, ребята? Так у вас Шенгенская зона-то закрыта. Как закрыта? Да у нас еще больше полмесяца. Да вам штамп поставили кверх ногами уже. Мы стали разбираться там на это, на таможне. К нам сочувствуют. Ну как же вы могли так? Я говорю, подождите, Бог хочет что-то сказать. А что, я пока не знаю. Мы сразу повернули назад на шахты и пошли на Южные республики. Мусульманские шесть республик и в Чечню. Нас Бог зовет. А дальше Азербайджан. Вот сегодня ночью, или вчера днем было, в Дагестане, я может не расслышал, убили имама. Заместителя. Заместителя имамы убили. Как его звать? Расул Гамзатов. Да. Не поэт. Ух, проснулся. Можешь спать дальше. Расул Гамзатов давно умер. Поэт. Мне кажется, порой, что солдаты, крылавых, не вернувшихся, поляне. И подошел сзади, кто-то выселил прямо за тело. И до этого, два года назад, был убит имам. Имам это, по-нашему, епископ. И те, которые дружественно относятся, которые проповедовали мирное сожительство, их свои уничтожают. Мы должны посочувствовать и родным, и близким внутренне, чтобы люди нашли Господа Христа. Ну а как вы на это реагируете? С печалью. Хороших людей убивают, а эти люди хорошие, а они Христа-то не знали, как должно. Ну даже реально смотреть. Но ясное дело, что это был не ваххабит, это был не разбойник. Он учил людей, учил нравственной жизни. И вот в прошлом году, когда мы поехали в Грецию, у нас не получилось. И мы не стали сопротивляться, не наше время. Мы так и решили. В свое время мы придем туда. И нынче поехали опять препятствия. Доезжаем до грузинской границы. Украина закрыта, война идет. Ехать через верх не советуют. Езжайте. Первая написала мама Василия Лотникова. Ехать нужно, вам говорит, через Сетию, в Грузию. А из Грузии прямо в Турцию. И по Турции немного проехать, 1650 километров. С турками 1650. Это чего-то стоит. Но мы-то ничего еще не знаем. Едем к грузинской границе. Видим на дороге машин почти нет. Я говорю, ребята, что-то не то. Машин-то совсем нет. Спрашивали, а мне говорят, что граница закрыта. Там обвал. А когда откроется? Да уже полмесяца закрыта. Мы решили вернуться назад. А если ее открыли? А может откроется сегодня? Решили лежать туда. Еще 200 километров проехали. Доехали до ворот. В ворот стоит часовой. Куда? Да нам в Грузии надо. Дорога закрыта, обвал. Работает техника, не могут разобрать. Там взрывать приходится. Ну еще, побыли назад. Куда? Греция опять закрыта. Теперь мы снова через Дагестан. Проходим снова Азербайджан. Мимо Баку. Азербайджан это мусульманская. Дагестан мусульманская. Вот теперь мы уже поняли, куда нас господь зайдет. Дальше будет Грузия. А из Грузии в Турцию. А из Турции в Грецию. И теперь мы едем туда. Даем знать. Мы едем. Греция мне очень понравилась, что там где заезжаешь, переночевать можно, машину поставить. Я не знал, что дальше будет не такое. Через каждые 50-100 километров плати налоги, плати налоги. А я давай записывать. Пока доехали мы до Афин, 14 остановок. В 14 раз в наш карман греки заглянули. До того мне не понравилось это. Прямо сильно. Особенно в Салониках. Были-то в Салонике, куда пишут-то. Примерно 50 человек. Мы спрашиваем, где библиотека. Идет священник, видно православный. Никто не разговаривает даже. Потом греки соберутся там у Василия с Мариной и будут спрашивать, как вам Греция. Я говорю, не понравилось. Верующих почти нет. Но они согласились, что это. И одеты все пришли такие. Ну, как будто бы в баню собрались. Это все. А баба Ваша пришла, посмотрела. Да какие они верующие смотреть. Даже нет, раздетые. Баба строгую критику навела. Но справедливую. Так вот, они нас встретили на дороге. Представьте, мы едем. Они знают, какая наша машина, мы сообщили. И вот выбегает Марина. Руки. Все это мы засняли. Ты видел, нет? Видел. А дальше там папа выходит, едет впереди. Мы за ними. И как у них провели. Мама едет с нами. У них знакомые, которые с библиотекой связь имеют. Идут в центральную библиотеку. Едем. Ну, везде двери открыты. А до этого ходила, даже разговаривать не хотели. Или звонила она. А здесь приняли. Мы все это засняли. И самое последнее, когда мы уезжали. Они нас и накормили, и обмыли, и обшили. И денег на дорогу дали. Батюшка сказал им, 500 евро дайте, потом я рассчитаюсь еще. Потому что у нас были очень большие расходы на эвакуатор. Больше 1000 евро тыка взяли сразу. С пересадкой было. Да еще за нас платили. Но, когда ехать надо было, я могу ошибиться. Какой там порт, откуда садиться-то до баре? Ларик какие-то или что-то такое тоже. И Митя, плотников Васин отец, поехал с нами. Он говорит, у меня льготный билет. Это часа два с лишним. Не меньше ехали мы до этого. И где там, куда заходить в этом, в морском порту? Куда бежать? Я гляжу, он такой бегом бежит туда-сюда, везде. Ну, мы сели вовремя. Он поехал и говорит, у меня льготный, из-за того, что ребятишек там считается, ну, пятеро или сколько у него. Вот. И нас они проводили. Еще мы дорогой ехали, вкушали дары. Что там было? Что-то мы не взяли. Плохо нам не понравилось, что земли своей нету. А Марина говорит, вы в кусты водили собаку? А вы видали там, там, вот такое корыца стоит-то? Это он поставил там, это помидоры выращивает там. Значит, сорняк вот такой растит, и там корыца вот такой, он там помидоры выращивает. Земли нету. И все, горы, горы. Не остановиться, никуда не пойти. О-о-о-о. Да куда это против потеряете-то? Даже близко никуда. Но, что поразило, много мотоциклов. Мотоциклы тучи идут. Мотоциклов море. А почему? Во-первых, говорит, дешевле. Во-вторых, как-то они на пробках. И где поборы берут, если с мотоцикла, ну, по-нашему сказать, 10 рублей, то с легковой машины 20, а с грузовой 40. Так мы платили, как грузовое. Поэтому нам это было очень ощутимо. В общей сложности мы заплатили почти 500 с лишним евро. Ну, не только здесь. И в другом месте. Но нигде больше подряд так нас не хватали, как в Греции. Но это не они, конечно. Это государственный закон. Нам понравилось в Греции, потому что там наши друзья. Друзья верующие, любящие нас, которых мы любим. И там видно, как мы встречались, как прощались. Вот так. Тут немножко можно было туда отвезти, что отвезли от бабы Серафима. Так. Еще немножко. В Новом Завете, вот мы прочитали, 11 раз в свое время. А открой-ка, 3-я езра, 4-37. Еще прочитаем. 3-я езра, 4-37. И меру измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет, и не ускорит до тех пор, доколе не исполнится определенная мера. Вот и все. Господь назначил, поставил вешки, и определенное число людей должно дожить, остальные уйдут, следующее. Вот. И не ускорит, и не замедлит, все придет в свое время. Поэтому я хочу, я голосую из-за того, что ты не знаешь, что ты делаешь. Кого голосовать, когда он назначен? А теперь ты подчиняйся ему. А он пришел на другой срок, конституцию он не нарушил. А он будет дольше, ну, написано одно перо, дольше другие стоят. Но это все лишь перышко, порошинка. В глазах-то божьих это ничто. Все жизненное, временное, часто сравнится с сатанинским. Дальше запишите, что дома, посмотрите. 5.42, третьи ездоры. 5.42. 5.44. Премудрость Соломона 1.12. 4.14. И Серахов 37.9. И еще. Господь говорит, не ускоряйте событий. Запишите, не ускоряйте. То есть они назначены, их нельзя ускорить. Ты напрасно просто трепешься. Исайя 5.19. Исайя 60.22. И второе Маковейское 9.7. 9.7. Там говорится про сильного царя Антиоха. Он узнал, когда там поступили неправильно. Он решил евреям отомстить. И все время скорость, скорость, скорость гнал и гнал на колеснице. Ну, как губернатор, как мэр города Барнауля. Ну, и расшибся. Упал с колесницы, и все члены были повреждены. События не ускоряйте. То есть тебе положено скорость здесь 70. Мы только в Грецию заехали, на дорогу сразу надпись 120. Да. Ты такой надпись, это, наверное, не видал здесь на дороге. А в Греции 120. Там 130 есть максимально. Есть 130. Позже появились 130. Больше не видели. Видимо, уже машину ветром поднимают. Вот что мы нашли в Святой Библии. Об этом же говорит Священное Писание. На слова «ждите». Это еще тысячи мест таких. Бог назначил «ты жди». Придет свое время. А я хочу сейчас. Ну, утишь свое желание. Не получится. Придет свое время. Придется совершеннолетним уже мыслить другим умом. И ты увидишь, что все это не так. Как ты думал. Я вот в своей жизни рассматриваю кое-что. Вот так хотелось. А прошло время, оно не так. Теперь я вижу, хорошо, что не так. А если бы было по-моему, ой, я бы в другом месте был. Бог так устроил. Ты просишь, да, вот я парня люблю, или я девушку полюбил. Ты перед Богом выскажи мольбу и ничего не делай больше. Не обманывай сам себя. Потому что то, что вопреки воле Божией, Бог допускает. Как мать Рылеева. Она выпустила сына. Он не умер. А кончилось тем, что он был повешен. Тебе это надо? Ей было сказано. Ангел говорит, повея крылом, и свеча угаснет. И все. Я хочу. Она не идет. Он к колдуну обращается. Ну ладно, она, Устина-то была верующая, она к Богу. Ну и оговорит, не мог ее добиться, а душу погубил. Ты Богу доверься. И у Бога вот этот расчет по времени высчитан до секунды. Говорят, тогда что, сложить руки и сидеть? Нет, ты работай. Ты работай, проси Божьего благословения. Но не лезь выше головы. Ты узнавай лучшие методы обработки земли. Все узнавай лучшее. Применяй. Но я хочу быть миллиардером. Но ты не знаешь, Богу угодно или нет. А из-за того, что хочешь быть миллиардером, перестанешь быть милосердным. Только себе. Нуждающихся не будешь видеть. Ты понимаешь, что за этим стоит дальше-то? У тебя все виноваты. Там копейку потратили. Здесь. А Бог сделает так, что сгорело, ничего нет. Сижу на одной кочке. Богу нашему слава. Во веки. Так, вопросы. Вот. В свое время Мы закончили это занятие. Как положено. У нас товар, то есть книги, которые оставали, они работают один человек. Священники в разных местах поднимаются против. Ужною людей начинают звонить, не принимайте, или только выборочек. То есть более опасного контингента, чем православные священники патриархивные, сегодня в стране у нас нет. Абсолютно везде нос стоят. Где-то надо и не надо. Я говорю, это в свое время откликнется им. Достойно. 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 Главное. тебе за научение, которое ты дал нам из Святой Библии. Ты в свое время дал нам жизнь и в свое время обзовешь с этой земли. Научи нас ценить это время, отпущенное нам, и не ждать лучшего, но быть благодарным тебе и каждый день считать один лучше другого. Все в твоей руке, ты назначил времена и сроки, которые никто не может изменить. Если угодно воле твоей, утишь и воюющих на Украине, и в Израиле, и в других странах, даруй людям покаяние и нас приведи к совершенству в Слове Твоем, чтобы мы не искали своего, но, трудясь в поте лица, добывали хлеб насущный, умели делиться им с нуждающимся. Если угодно, возобнови наше благовестие здесь, в окрестных селах. Тебе, Боже, слава за все, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.